Чувашия – один из регионов России, который активно участвует в поддержке жителей Донбасса. Особенно тяжело приходится детям, живущим в зоне военного конфликта. К счастью, есть немало организаций, готовых протянуть им руку помощи. Благотворительный проект «Время помогать» существует на протяжении трех лет. За это время в Чебоксары удалось привезти на лечение более 20 детей из Донбасса. Проект появился, можно сказать, спонтанно. В те времена мы проводили концерты по нескольким регионам страны нашей. И артистка Юлия Славянская, певица, она побывала с благотворительным концертом именно в этом городе Горловке и рассказала мне, что там очень тяжелая ситуация с лечением детей. Медики во время войны оттуда поуезжали, лечить некому, а их там очень много. Три недели назад в Чебоксарский реабилитационный центр для детей-инвалидов приехали 13-летний Максим и Ян. Год назад Максим неудачно спрыгнул с высоты в воду. Только спустя две недели врачи из Горловки смогли поставить диагноз – перелом позвонка. Но лечение затянулось. К нашей великой радости, когда нам позвонили и предложили, что есть такая возможность приехать сюда, в Чебоксары, мы еще нас сюда и привезли полностью, то есть нас оплатили и дорогу, и проживание здесь, и питание. Здесь мы наконец-то попали к квалифицированному травматологу детскому, который осмотрел все наши снимки КТ, МРТ и дали нам заключение, что нам делать дальше. Впервые за год у ребенка перестала болеть спина. Максим почти прошел курс реабилитации. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Его новый друг Ян тоже получил необходимое лечение. Порзалы, бассейн, массажи, короче, все там. Дышит это все там, ну как положено. Почти все эти процедуры прошли, вернее, уже фактически прошли. Помимо лечебных мероприятий, эти дети нуждаются в отдыхе и смене обстановки. Руководители фонда организовали для ребят и их родителей благотворительную экскурсионную поездку по городам России. Помогают пострадавшим и творческие люди. Художник Юрий Мирославский привез в реабилитационный центр икону Божьей Матери. События в Донбассе настолько эмоционально зарядили меня, что практически в одно из ночей я просто трудно спал, потому что насмотрелся этих новостей, эти бомбежки, гибель детей. Чрезвычайно все было страшно. И какая-то череда, вот, раскадровка была у вас, значит, каких-то, значит, вот, и в конце, значит, вот, такой в цвете, причем, значит, Владимирская икона Божьей Матери явилась, как бы приснилась. И вот, причем, глаза полные слез. Я проснулся, уснуть уже не мог, и дождался утра и ушел в мастерскую. Поэт Алексей Хабаров тоже приехал не с пустыми руками. В 2015 году он отправил в Донбасс необычный груз. Более 500 авторских книг в знак восхищения подвигом и стойкостью народа. А в Донбассе школьники учатся по русским учебникам. И вот эта фраза у меня застряла в голове. Учатся по русским учебникам. А я пишу поэмы для детей. Я решил послать туда свои книги, которые, думаю, полезны будут не только детям, но и взрослым. На этом помощь детям Донбасса не заканчивается. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.